Всем привет-привет! Мы сбежали с острова Самуи на остров Копанган. На самом деле, нам вообще не понравилось на Самуи, нам показалось, что там слишком много туристов. В общем, нам там вообще не поперло с самого начала, и мы уже догадывались, что оттуда уедем. Решили поехать на остров Копанган. Здесь пляжи просто шикарные, и нам здесь нравится в сто раз больше, чем на Самуи. Я не знаю, может быть, кому-то нравится на Самуи больше, но нам очень понравилось, во-первых, на острове Кучанг. Мы после острова Кучанг приехали в Самуи и разочаровались в Самуи полностью. И теперь после Самуи мы приезжаем на Копанган и понимаем, что действительно лучше в других местах, но только не в Самуи. А здесь, на острове Копанган, очень здорово. Пляжи идеальные для отдыха с детьми, спокойные, красивые, природа такая потрясающая. Сегодня мы решили приехать на знаменитую косу, которая находится на Копангане, когда отлив, в общем, здесь можно пройти до соседнего маленького острова. Мы дружно перейдем сейчас на тот остров. Сара нашла песочек покрупнее здесь, да, Сара? Да, покрупнее. Кораллы нашла еще. Мы хотим здесь поплавать с масками, но, наверное, в другой день, потому что не готовились и не взяли их с собой. Много туристов, детей. И здесь, кстати, совет такой, берите с собой маски и трубки, чтобы нырять. Здесь вода прозрачная и много кораллов, рыбок. Детям будет интересно. Здесь все с масками, а мы забыли свои маски в отеле. Вова предложил пройтись немножко по джунглям здесь. Да, грязно здесь, капец. Грибы растут. Вова, как всегда, меня затащил фиг знает куда. Боже, как здесь страшно. тропинки такие узкие. Ой, что? Ну не кричи. Мне главное паука не встретить. Змей я не боюсь. Да, змеиная кожа здесь вот сбросила себе кожу и поплыла дальше. Что здесь было? Вова так и прет и меня тащит. Пугает, пугает змей своими звуками. Ты думаешь, они боятся? Грязь. Ужас. Бедный остров. Если я упаду, то камере конец. Да, в кроксах, конечно, классно здесь. А! Что-то меня уже... А! Ваши дерьми. Ох! Меня укусило что-то. Муравей красный огромный. Если вы не увидите видео на моем канале, значит, камера утонула. Сара вон плавает с нашими друзьями. Как всегда... Что это было? Ты видел? Там что-то пробежало огромное. Вот прям между вот этими штуками. Я в шоке. Такой грохот был. Оно интересно плавать умеет. Да, наверное, плавать умеет. Как бы добралось. Смотри, смотри, вон краб. Да, это краб был. Где он? Прям вон на стене. Это не краб, это игуана. Где? Вон. Где? Это игуана. Мы нашли игуану. Или это крокодилы? Не кричи! О! Да нафиг не пугай её! Почему она тебя не боится? Не знаю, она притворилась мёртвом. Это какая-то змея огромная. Нет, это варан. Это на варана похож. А если он побежит сейчас на нас сюда? Ну давай, залазь наверх. Я не хочу. Краб вот здесь прям полз по стене. Большой. Видишь? Видишь? Видишь его? Да вижу. Сейчас приближу. Ты сюда поставь? Да тихо, я вижу. Я прям приближу. Да тут не вижу. Поставь сюда камеру поставь. Оно автоматически светлее делает. Камеру поставь? Вон эта штука огромная просто. О! Боже мой! Да вон, а ты сумасшедший! Давай сейчас я её покажу. Смотрите, вон она. Ползла. Ползла. Она нет, она притворилась мёртвой. Она не хочет ползти. Ты посмотри, она прям не двигается. Принципиальная тайская. В общем, я забралась на эту конструкцию, а Вова уже показывает итальянцам или кто это. Не поняла. Это был, по-моему, большой варан огромный. Напугали всех ребят. Райский остров здесь красиво и можно встретить много всего необычного. Приехали на водопад. Людей вообще нет. А вон бунгало. Бунгало на дереве. Ну все. Здесь очень много иностранцев. Очень много французов, американцев, англичан и немцев. Огромное количество молодёжи, потому что раз в месяц проходит тусовка. Вот эта full moon party на пляже. Ну она ужасная. Говорят, что тут и наркотики, и всё что угодно. Ну то есть люди за этим сюда специально приезжают. Мы не видели эту тусовку, и слава богу, как бы мы не за этим сюда приехали. Ребята готовятся к full moon party. Можно себя изрисовать. И ваши рисунки будут в клубе ночном светиться. Сказали не запачкать одежду, Сара, но ты уже, по-моему, мазанула, да? Одежду не запачкай. Руки может отсюда рисовать. И они будут светиться в темноте. Глаза только не попади, ладно себе? Очень круто. Я тоже себе что-нибудь нарисую попозже. Сара у нас художница. А переверни руку. Вау! Просто космически. Мы сейчас находимся на такой части острова, где одна молодёжь, вечеринки, и все, в общем, под алкоголем, либо под каким-то другим веществом. И повсюду продают вот такие бакеты. Это ведёрко сразу с ингредиентом. Здесь виски, кола, и там я не знаю что. И типа вы всё это в одном ведре смешиваете, в трубочки вставляете и пьёте. Здесь есть и с водкой, и с тониками, и, я не знаю, джинами всякими. И по всему острову в этой части вот такие бакеты продают. В основном они популярны на фулл-мун-пати. И вот все разукрашиваются, потому что сегодня вечеринка, чтобы светиться под неолновыми лампами. Самое опасное, когда оставляют вот такие вёдра на барах, идут танцевать, там не допили, туда подсыпают какие-то наркотические вещества, и потом человек возвращается, выпивает, и ему потом странно становится, и фигово. Вот мы просто встретили здесь одних людей, которые были на фулл-мун-пати. Они заказали такое ведро, смешали всё, выпили половину, оставили на баре, им там что-то подсыпали, и всё. И им было так плохо, они там потеряли друг друга, были под каким-то наркотиком, хотя ничего они не употребляют. Поэтому, если вы вдруг любите такие вещи, то не оставляйте эти вёдра без присмотра. Здесь вечеринка сегодня за 600 бат вход, это 6 тысяч сенге, это 30 долларов примерно вход стоит. Ой, ой. Мне кажется, что слишком дорого. Здесь вот такие светящиеся веночки, цветочки, шляпки наркоманские продают. В общем, ребята, мы только что по трассе встретили ужасное такое явление. Камень огромный, просто огромный, свалился на трассу. Конечно, он не перед нами, но просто свалился, видимо, недавно. Он невероятных размеров, вы даже себе не представляете. Вот наша машина, и вот этот камень. Он огромный. Он очень нереально. Столбы попадали, знаки попадали, палки, сосны. Я в шоке. На острове Котау очень красивые пляжи с белым песочком, как на Мальдивах. Невероятные красоты, и подводный мир просто великолепный. Здесь можно заниматься и дайвингом, учиться дайвингу. Здесь много школ, поэтому я советую сюда обязательно приехать. Мы оставили машину свою на острове Капанган, потому что нет такого фэри, который смог бы сюда перевезти машину. Приехали налегке с рюкзачком и взяли в аренду просто байк. Вау! Огромный косяк рыб! Вообще! Сара, ты бы сюда прыгнула, а они бы быстро расплылись. Они ждут. Надо же! Стоят, прям ждут. Нашли пляж, и все дно вот в таких штуках размером с руку. Я сначала подумала, это пиявки, а теперь понимаю, что это не пиявки, но оно шевелится. Потом подумала, что это морской огурец. Я не знаю, вода такая прозрачная, но на дне они здесь повсюду. Эти штуки. Вова взял маску и плавает. Занимается сноркелингом. Это морские ежи, полное дно. А там их еще больше. Очень опасно. Если задеть, то я не знаю, что будет. Больно, наверное. А что ты пал? Японцы их едят, я видела. Прям ловят, настают на берег и едят тут же с соусом. Хочу показать вам новинки от The Body Shop. Это три масла, ванильный чай, морозные ягодки и яблоко с корицей. Да, яблоко с корицей. Есть такой мятный чай. Консистенция как у крема. Запахи просто потрясающие. Довольствием будем пользоваться. Ага, вот эти мы сегодня попробуем. Потому что солнце, активное солнце, соленая вода очень сушит кожу. Обязательно нужно увлажнять ее. Всем привет! Я не знаю, будет ли меня слышно, потому что здесь дует жуткий ветер. Это мое первое видео после Нового года. Мы сейчас находимся в Кукете. Уже, наверное, неделю. Отмечали здесь Новый год. Скажу в трех словах, что Новый год мы отмечали не шумно, не бурно. Обычно просто пошли в ресторан, поужинали и поехали домой спать. Ничего особенного отмечали мы втроем. Я, Вова и Сара. Рассказать ничего вам не могу. И заметила то, что здесь было не очень весело на Новый год. Было мало туристов, было как-то все обычно. Мне кажется, каждый человек на Новый год каждый год ждет какого-то чуда, и оно не происходит. Чудеса происходили в детстве. В душе навсегда остались острова Ко Чанг, Копанган и Ко Тао. Три классных острова. На них очень красивые виды, очень красивые пляжи. Подводный мир шикарный. И все там круто. Можно и потусоваться, приехать с толпой друзей. Либо можно выбрать более спокойный семейный отдых. То есть, все, что угодно в ваших душах. В Инстаграме я успела поздравить своих зрителей с Новым годом. На канале я еще этого не делала. Хочу сейчас пожелать вам в Новом году, чтобы исполнились все ваши мечты, чтобы меньше было грусти, болезней, печалей, стрессов. Всем позитива, энергии, мира, добра, здоровья. С Новым годом, ребята!